Николай Александрович Дрижда Николай Александрович родился в городе Саратов, в три года остался сиротой. Голод в Поволжье унес жизни его родителей. Волею обстоятельств в детство и юность Николая прошли в угольной Караганде, в ее старой части, среди бараков и приземистых домов землянок. После школы он поступил в Карагандинский горный техникум, окончил его с отличием и продолжил учебу в Днепропетровском горном институте. В 1953 году вернулся в Караганду и начал работать на шахтах угольного бассейна. Работой было море и Дрижд ее никогда не боялся. Возглавил шахту Саранская, затем Трест-Сарань-Уголь. 12 лет руководил шахтой имени Ленина, а сделал ее одной из самых крупных по добыче угля полигоном для испытаний новых технологий и технических новинок. Вполне закономерным был его перевод в середине 70-х в объединении Караганда-Уголь сначала директором по производству, а затем генеральным директором. Любимым детищем Николая Александровича в 80-е годы стала черная жемчужина сырой арки – Шувар-Коль. До 1990 года там было добыто 11 миллионов тонн угля. Вырос поселок городского типа со школами, лицадами, магазинами, спортзалами. Но дел и забот у генерального директора объединения Караганда-Уголь помимо Шувар-Коля было великое множество. И с самой злободневной проблема жилищная, особенно острова, стояла в Караганде, где шахты ежегодно подрабатывали сотни жилых домов. В очереди на получение квартиры и расширение жилплощади стояло более 20 тысяч горняков. По предложению Дрижда на окраине Муйкудука решено было возвести микрорайон Шахтерский из 1300 одно- и двухэтажных домов. Душа и воля Николая Александровича воплотились в шахтах, угольных разрезах, совхозах, гостиничных комплексах и зонах отдыха, шахтерских поселках. А последние два десятка лет в сотнях молодых специалистов, горных инженерах, которым предстоит продолжить славные шахтерские традиции. Он посеял в их души семена добра, которые прорастут в будущем новыми невидимыми делами. Класс с красивым названием «Марианна», с него началось открытие ныне всемирно известной угольной качетарной страны. И этот класс стал как бы неслогом могучей энергии рождения рабочего класса центрального Казахстана. Но не только самая история у Караганды, но и большое будущее, считает генеральный директор объединения «Караганда-Уголь» Николай Александрович. В принципе, в виде нашего бассейна на ближайшую пятилетку и ближайшее время до 2000 года, она у нас четко определилась. Бассейн становится одной из основных топливно-энергетических комплексов нашей страны. Плюс к этому, большое внимание выделяет от обычных отсутствий рублей, в которых мы будем добывать примерно две трети из всех добывающих рублей, которые нужны для нашего методического комбината, Украины, Центра Союза, Урава и других ответственников. В условиях ограниченных капитальных вложений надо очень рационально использовать все выделяемые капитальные вложения, чтобы поддерживать эти мощности. Мы мыслим, с учетом выбывания этих мощностей, за счет организационных мероприятий, реконструкции на одной из шахт нашего бассейна, шахты Николинина, получить основной прирост и освоение производственных мощностей на действующих шахтах, выбывающих очень важные, нужные, жирные, мастерные. Поэтому забота о бассейне с точки зрения его значимости, как поставщика фоксующихся углей, растет. И с каждым годом она возрастает. Но наш аргандистский угольный бассейн является крупным поставщиком энергетических углей для электростанции нашего региона Среднеазиатского центра России и даже заходит наш уголь в район Подмосковья. Поэтому особенно мое внимание обращаем на развитие всех этих мощностей, связанных с добычей аргандистской ухты и для коммунальных услуг. Ну вот эта жемчужина, ее так можно назвать, чтобы аргандистское месторождение, она позволит, уже сегодня позволяет нам, во-первых, освободить часть фоксующихся углей, которые сжигали в токах, как самая оценная среда для фоксовой промышленности фоксовой производства, и обеспечить население нашим вот всем необходимым углем, который нужен для коммунальных услуг и так далее. Сейчас этого месторождения встретится почти 2 миллиарда тонн. Ожидания произошли все наши, как говорят, мысли. Мы, самое главное, этот уголь можем добывать открытым способом. Оригинальность этого месторождения заключается еще в том, что он не имеет серых, что он имеет очень много летучих. Это готово практически сырье для получения жидких углеводородов. Я не думаю, что мы его только будем использовать как гердый топлив. В ближайшее время уже ведутся поиски для получения жидкого топлива с этого угла. Шахтеры Караганинского бассейна в этом году работают успешно. За полгода добыто свыше 500 тысяч углеводородов. Но сложности велики. Из-за недостатка вагонов, из-за того, что многие машиностроительные предприятия, машиностроительные комплексы не дали нам нужное оборудование комплекса, поэтому шахтеры с этой точки пришли, с этой точки не трудятся. Несмотря на вот эти все большие недостатки и материалистическое обжение и отсутствие порожняка, мы ищем резервы для того, чтобы обеспечить в полной мере шахты нужным количеством комплексов, для того, чтобы они работали в воде в стадии. Очень жгучей проблемой сегодня для всех людей, особенно для шахтеров, является обеспечение их жильем. Учитывая, что у нас очень много веков жилья, учитывая, что у нас очень много строительства, жилья произведено на полгодных массивах, отработка, вызывает очень много проблем, вызывает очень много нареканий, поэтому мы эту проблему решаем, пытаемся решить очень быстро. Большие и очень сложные работы и у нас в хозяйственном комплексе решили продовольственные программы. Мы нам видели в этом году только план от своих 16 миллионов рублей на устройство наших сельскохозяйственных предприятий. Это очень сложная, трудная задача, но все шахтерские коллективы сейчас работают. Но что она даст нам? Она даст нам примерно прибавку мяса в 5 градусов, вместо того, чтобы имелись в 86-м году, в 87-м году. Мы работаем сегодня и на многие проблемы, связанные с родителем социальной инфраструктуры в наших городах шахтерских, потому что у нас накопилось очень много сложностей, трудностей по благоустройству, по устройству и так далее. Сейчас такая программа разрабатывается, и она сейчас успешна. С точки зрения наращивания мощностей в этом году мы должны сдать где-то порядка 7,5 миллионов мощностей производственных. 6 миллионов должны, 5 миллионов мы должны сдать по арбитскому разрезу, в очередь, значит, миллион на этом самом Шумар-Кольском месторождении, и остальные на шахтере за счет, значит, реконструкции шахтерских. Это тоже большая программа, и она у нас сегодня отвлекает очень много внимания. Но самое главное, мы сейчас работаем над тем, чтобы с взводом этих мощностей и решить крупные социальные практики. Ну, например, на молодежном роддере строится большой, хороший, спортивный комплекс, спалки по цене, стадион, как-то. Точно так же строится большой комплекс сегодня на Шумар-Кольском месторождении. Хороший столовый, в городе, хороший спортивный комплекс, мы его уже сдали, может, в полотенце, и так далее. И много других объектов, которые нужно.